На юге Греции расположился полуостров Пелопонес с крупными курортными городами. Внимание туристов привлекают не только неимоверные пейзажи и прозрачное море. В этом месте путешественник найдет любопытные исторические достопримечательности, прикоснется к истокам древнегреческой цивилизации. Коломато – второй по численности населения город на этом полуострове. В нем сосредоточилось множество старинных построек, его чистые пляжи с прозрачной морской водой привлекают внимание туристов и путешественников. Коломато – это греческий портовый город, находится на юго-западе Пелопонеса. Высота над уровнем моря составляет 21 метр. Коломато на карте Греции занимает территорию побережья залива Мессиниакоса в Ионическом море. Расстояние до ближайших крупных городов – Афины 255 километров, к юго-западу от Афин. Патор – 215 километров, к югу от Патор. Коломато – административный центр Мессинии, которая является одним из 54 номов Греции. Население Коломато составляет 54100 человек и состоит из греков. Религия – православие. Керкера, Греция, в период с VIII века ДНЭ, до середины IX века ДНЭ. Город находился под властью Спарты. В это время не представлял особой важности в Древней Греции. В начале XIII века переходит под власть франков. Этот период характеризуется экономическим процветанием. С середины XV века Коломато под властью Венеции, с начала XVIII века – Турции. Весной 1823 года освобожден от турков греческими ополченцами. В конце XIX века построен порт, после чего начался период экономического расцвета. Начало XX века охарактеризовано спадом в развитии города. Запоминающиеся события – землетрясения, произошедшие в конце 90-х годов, при котором погибло много людей. За короткий срок Коломато был восстановлен. Коста Наварина, Греция, климат Пелопонез Коломато имеет мягкий средиземноморский, характеризующийся солнечным жарким летом и несуровыми зимами. Погода зимой отличается частыми дождями. Минимальная температура воздуха плюс 5 градусов, максимальная плюс 12 градусов. Лето теплое, без осадков, очень редко, со средней температурой воздуха плюс 30 градусов. В самые жаркие дни на побережье столбик термометра достигает отметки плюс 35 градусов. Туристический сезон длится с мая по сентябрь. Атика, Греция, в Коломате возможно не только позагорать и насладиться купанием в чистой морской воде. Город изобилует достопримечательностями и есть, на что посмотреть. Церковь святых апостолов, замок-крепость, который считают основным историческим памятником города. Замок построен в период, когда в Коломате господствовали франки. Строительство крепости связано с экономическим подъемом города. Замка открывается панорама города, железнодорожный парк, еще одна достопримечательность города. Он расположен к югу от центра Коломаты. Здесь же расположился железнодорожный музей, крупнейший в Греции. Получил премию Европейской комиссии. Здесь можно посмотреть на старинные паровозы, увидеть все, что относится к железной дороге старых времен, археологический музей Бинаки, получивший название в честь фамилии семьи, которой ранее принадлежал особняк. В нем представлены важные исторические находки, связанные с древнегреческой культурой и искусством. Начиная с периода бронзовых времен и до эпохи Римской империи. Военный музей, в котором хранится множество разнообразного оружия и военного снаряжения древних греков разных эпох, галереи искусства, где собрано около 500 экспонатов. Крупнейшая библиотека, существующая с 1962 года. В ней собрано 130 тысяч экземпляров книг и газет, начиная с середины XIX века и до настоящего времени, Калагрион – женский монастырь, жительницы которого занимаются производством изделий из шелка. На территории открыт музей, где представлены лучшие изделия – центральная площадь Папанди, рядом с которой расположен кафедральный собор, возведенный в 1873 году. В нем хранится ценная реликвия – икона Богородицы и Папанди, ущелье Ридома, в котором хорошо представлен богатый мир флоры и фауны. Все это достойные внимания и экскурсионные маршруты. Пляжи Каламаты размещены в нескольких минутах ходьбы от центра. В основном побережье усеяно мелкой галькой, но встречаются и песчаные участки. Протяженность пляжей составляет 2,5 километра. Пляжи Каламаты чистые и ухоженные, с прозрачной морской водой. На пляжном побережье расположились отели всех уровней. Также на берегу присутствуют все необходимые развлечения. Это интересно, за чистотой пляжей пристально следит местное население. Каламату называют столицей оливок. В городе большое количество оливковых рощ, которые дают обильный урожай. Туристы отмечают отменный вкус местных оливок, которые стоит обязательно попробовать. Внимание, оливковое масло Каламаты считается лучшим во всей Греции. Первое, на что стоит посмотреть по совету опытных путешественников, это старинный замок-крепость, который является своеобразной визиткой города. Он находится недалеко от автовокзала. Стоимость входа – 2 евро звездочка. Чтобы добраться до вершины замка, следует преодолеть расстояние вверх по лестнице. На середине пути расположена оборудованная площадка с информацией об истории города и замка. Здесь отдыхают и продолжают путь. Со смотровой площадки замка город виден как на ладони. Руины крепости на вершине – то, что сохранилось до наших дней, смотрится эффектно и красиво. Там же находится часовня, которую может посетить любой желающий. В замке располагается театр под открытым небом, где во время праздников проходят театральные постановки и концерты. Каламата – оживленный город с множеством магазинов, кафе, ресторанов. Гуляя по центру города, не придется изнывать от жары. Это возможно благодаря непосредственной близости моря, с которого постоянно дует свежий ветер. Набережная Каламаты на километры протянулась вдоль моря. Здесь разместились заведения и магазины разной направленности. Вечером жизнь здесь начинает бить ключом, кафе, рестораны, ночные клубы – все для того, чтобы скучать не пришлось. Несмотря на то, что Каламата – город, расположившийся возле моря, туристы отмечают отсутствие туристического духа. На центральной набережной нет зазывал, приглашающих сфотографироваться с обезьянкой, сувенирных лотков и т.д. Средняя стоимость обеда – 15 евро звездочка. На заметку. Посетившие Каламату говорят о неплохом шопинге, который здесь возможно устроить. Наличие множества магазинов с одеждой известных марок позволяет это сделать. Значительное преимущество Каламаты – наличие собственного аэропорта хоть и небольших размеров. Также большой плюс – присутствие автовокзала. С него оправляются прямые рейсовые автобусы во многие города Греции. По всему побережью Каламаты расположились пяти- и четырехзвездочные отели. В некоторых из них работает русскоязычный персонал. Так можно выделить отель Филоксиния, расположенный на побережье Миссиние. В нем есть все, что нужно для отдыха взрослых и детей. Важно, к минусам туристы причисляют то, что в Каламату сложно добраться и рано закрываются музеи, в 13. Насыщенный тур Пелаппонис Каламата стоит того, чтобы на него обратили свое внимание путешественники. Выбранный туропиратер поможет определиться со всеми деталями. Чистое побережье с прозрачной морской водой, невероятным количеством достопримечательностей, комфортных отелей и вечерних развлечений – все это сделает отдых полноценным и запоминающимся. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.